Квин оф Пейн, Эмбер Спирит. Так, а что, кстати, по джиггернауту у нас? Джиггернаут, ну, наверное, кстати, может появиться и джиггернаут. Ну, просто против Винтер Виверна, ну, как папа хороша, весьма. Бэтрайдер, я думаю. Бэтрайдер? Не, Бэтрайдером только клевера так круто играют. Вот они пикают Сефа, Слардара и Бэтрайдера. Таким вот очень сильным пиком в мидгейме, они закапывают оппонентов. Ну, против Эмпайр у них так не получилось сыграть, а вот против Вега Сквадрон они, ну, немножечко не такими героями играли, но, тем не менее. Они проявили себя с лучшей стороны. Просто, опять же, если проходимся по банам, то мы сразу видим, как Вега, например, на третьей стадии банов, берет и отрезает Рубика, что, во-первых, его не дали Алохи, и, во-вторых, дабы не было, во-первых, прямой контрис перед Рейкеру и Виверни, например, и, во-вторых, и, в-третьих, мне кажется, что бан Рубика здесь был не случайным, и следующие два пика нам раскроют именно почему. Бан Рубика был сделан для того, чтобы не позволить Алохо Дэн сыграть. Но это понятно, да. Он слишком, слишком хорошо на нем играет, если честно. Это понятно, да, я в этом сказал. Я просто говорю о том, что, скорее всего, есть еще какая-нибудь причина, по которой они его забанили. Но я не знаю, то есть я так, знаешь, краем уха, вот именно эту самую фразу услышал. Я, соответственно, человек, ну, как бы не подслушивая особо, да, то есть услышал, заинтересовался, заинтриговался, и сам, как бы, с нетерпением жду раскрытия этой самой интриги от Вега Сквадрон. Шадоу Шаман появляется в Team Empire. Вот такие вот дела, ребят. Получается, что на Слордаре у нас сыграет Фаник, Мид Резолюшн придет на Шадоу Финде, Дазл для, соответственно, ну, допустим, науфира Шадоу Шаман достанется. Так, Виндрейнджер появляется у Вега Сквадрона, опять же, заготовленный, то есть буквально за секунду забирают ВР-ку. Как будто у них этот пик был расписан вообще прям. Ну, впервые я вижу, честно говоря, Виндрейнджер за последнее время, и Соби Слордара. Демножко странно это смотрится, м? Помнишь, вот буквально часа два назад, когда мы с тобой комментировали вот как раз таки... Ну, Лоджи Гейминг, мы с тобой считали, сколько мы ВР-ок в последнее время видели. Не одной. Вот она. Джаггернаута банят Тёма за Слэйр, очевиднейший бан конкретно здесь. Ну да, потому что Раста, и потому что хороший пуш у Тим Эмпайр бы получался с этим Джаггернаутом. Да, он против Виндрейнджер, кстати, очень хорошо заходит за счет того, что ты можешь Омни Слэшем дамажить ВР-ку в Виндране. Это реально удобно. Какого же героя выберет Резолюшн для Хвоста? А вдруг для Хвоста Слордар и Резолюшн сейчас возьмет и пикнет Инчу? Хотя, ну пикнет Инчу, когда есть ВР, это конечно. Тут, конечно же, Хвост действительно может сыграть на Слордаре. Я не спорю, ты верно подметил. Я просто в последнее время привык видеть Слордаров на Хардлейнах. И здесь, наверное, да, может быть Хвост сыграет на Слордаре, а Резолюшн сейчас выберет героя для Фанника. Для Фанника есть, например, Шрейкер. Теоретически, который, опять-таки, хорошенько будет смотреться. Ну или Бестмастер тоже отличный герой. Да, ты очень вовремя заметил, что Слордар может выйти на позицию Кэрри в данной игре. Ну и Вегас Квадрон осталось добрать либо героя для Мага, либо героя для... Либо героя для кого? Для Семы или для Солота. Забирается Феникс. И это похоже... Паша на Фениксе. Это что-то новенькое. Сема на Геррокоптере. Соло на Спиритбрейке. Но уан на Винрейнджер. Да. Да я тебе говорю, Сема давай. Хэштег Сема давай. Все. То есть... Меня потом убьют за эти слова. Но как бы я тебе сказал. Я краем уха это услышал. Вот, то есть, это заготовочка, которая была у Веги. Она появляется. Я ничего не палил, соответственно. Потому что сам об этом, ну, как бы ничего не знал. Ладно. Ну что ж, начнем с классического представления команды, разумеется. Резолюшн будет играть у Team Empire на Shadow Fiend. Хвост будет играть на Слардаре. Но Фиру достался Даззл. Вэпун Игрик, он же оружие Игрик, он же. Алоха Дэнс отыграет Shadow Shaman. И Фаник будет сидеть на Beast Master. У Сема The Slayer Гирокоптер будет, собственно... У команды Сема The Slayer Гирокоптером будет играть сам Капитан. Соло на Винтер Виверни. Ноуан на Виндрейнджер. Мак на Спирит Брейкер. И Паша на Фениксе. Что там? Пишет. Я тоже хотел взять Кэрри, но мне не дали. Ну, я тут даже не знаю. У нас Паша... Как вообще Гирокоптер закупился? Гирокоптер закупился реально на Кэрри. То есть, я изначально подумал, может быть, это все-таки будет Кэрри Феникс какой-то. Учитывая, что в Виндрейнджер есть в пике, такое можно было бы, наверное, увидеть. Но мы видим то, что Гирокоптером будет играть Сема The Slayer. И у него как раз-таки закуп на позицию номер один. Именно так. Именно так. Ноуан будет на привычной своей позиции мидера. Соответственно, Соло на Виверни. Будет себя очень комфортно чувствовать. Далее Мак. Опять же. Я только понимаю, что Мак это второй саппорт. Потому что Паша на тяжелую линию. Или они в Даблу будут работать. Вот пока они не станут на рынке, на самом деле, я как-то боюсь предсказывать все это дело. Потому что, ну, пока у меня в голове эта пикня особо-то и укладывается. Честно говоря. Ну, кстати... Да, Дабла. С Лордаром не очень удобно будет стоять против того, что есть у Вега Сквадрон. Но дело-то в том, что все-таки туда в любой момент может прийти Даззл. И можно будет в итоге там играть. С одной стороны, очень удачно забанил у нас Сёма за Слэйр Джиггернаута. Потому что лучший герой против Феникса это Джиггернаут на самом деле. Потому что ты через Блэйдфури можешь поломать солнце. И, ну, даже если тебя обвесили спиритами и замедлили скорость атаки, ты кастуешь Блэйдфури и тыкаешься в это солнце. И в итоге ты его можешь разбить и при этом сам не коцаешься. Короче, реально очень удобный персонаж. Что касается пика команды Эмпайр, все их персонажи не очень хорошо приспособлены для того, чтобы это солнце ломать. Но есть бестмастер, который обладает великолепной аурой для того, чтобы облегчать именно вот эту вот ситуацию в тимфайте, когда Паша будет ставить солнце и ты его быстренько-быстренько там ручками заковыряешь. Да. Ну, в общем, еще я хотел немножко поговорить про лайнап той же самой Веги, да. То есть у нас получается ситуация такая, что Макс с Пашей, то Табиш, Спиритбрейкер и Феникс находятся на нижней линии, но у вас на своей порывочной позиции в Миду и Сёма с Солычем наверху. То есть 2-1-2 ребята встали. Посмотрим, насколько профитной будет эта комбинация и как она будет работать. Но, понятное дело, что мы с тобой опять же во время Дремлиги еще говорили, что связка Винтер-Виверна, соответственно, плюс Феникс одна из самых топовых. За счет того, что, соответственно, Ивена туда может там Винтер-Скарт положить, а Феникс скастовать солнце. Все это как бы ни для кого не секрет. И плюс еще и гирокоптер может ко всему этому делу докинуть всего, что угодно. Кстати, разгон на оружие Y, ты видишь, на Алоху Дэнс. Немножко там еще и Паша поджег его. Но пока что, кроме, соответственно, Шока-то, у него ничего не вкачано. Но отпустят, Алоху здесь отпускает вполне спокойно. Надо бы уходить. Как бы сейчас Вега-Скарт не поплатилась за эту свою наглость излишнюю. Хотя хвост чем-то сделает. На боте Вега хозяйничают. И на топе, в общем-то, тоже Вега хозяйничают. Но вот проблема в том, что в миде Резолюшн фармить нереально много. А, хотя, погоди. Ну, у него просто стаков много. Фармит-то он не так уж и действительно серьезный. Инвиз забирает Даззл, но Фир. Может, сейчас попытаться как-то бодиблоком Нуна застопать. И что, может, Кэллой попал? Ну, может быть. Может быть. Да, реально хочет убить Курьера. Правда, Ботл, Ботл, Ботл еще у Ноуана не так скоро появится. Шадоуфинг начинает заходить уже за крипов и мешать Ноуану добивать очень. Дождались, пока он откинется по парашютам. И дальше можно будет как-нибудь через, соответственно, наш любимый Shadow Wave как-то попробовать что-нибудь сделать. Резолюшн еле-еле имеет ману на рейзы. Нужно ему тоже, собственно, Ботл притащить себе как можно скорее. Вот он закупается Ботлом и... А у нас, кстати, Ноуфир-то дождался. Похоже, курицу и бежит, но даст он только одну тычку, вторую вряд ли дотянет. Нет, все-таки дотягивается. Ах, Ноуфир-хитрец-хитрец. А денежки-то были... Денежки-то были у команды Vega Squadron. Вот мы видим, что соло у него 330. Жотом пишет Ноуфир. Ну, это, кстати, да. Реально фишка Жотома. Он... Ну, в те времена, когда он играл в составе Virtus.pro, был капитаном этой команды. Он постоянно курьера резал вообще на любых героях абсолютно. Он брал смок, выходил вот так вот за спину и подрезал курьера. И с тех пор, ну, многие начали подражать. Ну, не сколько подражать, сколько переняли эту фишку и... Так, ну, Ботя, Паша. Раскидывает Пашу, его связали. Далее. Не плохо маг работает, прерывает, соответственно, действие сверху. И... раз! Фёрстблат для хвоста. Тут, кстати, по изон-тачи немножко подогнали мага. Да. Первая кровь. Дайя's top tower is under attack. Ну, вот первый такой косяк от команды Vega Squadron. Они потеряли курьера в миде, из-за этого Windranger будет сложнее стоять против SF. А что у нас в стаке кто-то делает? Да, у нас еще и стаки делают. Паник, ты посмотри, насколько собрано имперцы играют. Стакается абсолютно все. И даже на линиях, где теоретически Эмпайр должны проигрывать, а это линия на боте, где Слардар, который ничего не может противопоставить Братруму и Фениксу, ребята делают ферстблат. Но, с другой стороны, смотри, у Слардара сейчас сколько крипов? 17 у Хвостецкого, да? Смотрим на Сёму, видим его 28. Ну, конечно, потому что Сёму реально фармят, ему там не в состоянии бестмастер помешать, а Слардару постоянно мешают. Я удивлен даже, что у него хоть какие-то крипы есть, потому что Паша ему постоянно должен мешать вместе с Братрумом. Ну, с огромной пачкой крипов заходит Соло, соответственно, с Сёмой, ну, и понеслась жара. Кушать Тауэр. На всё это дело приходит Фаник, надо ему получать опыт, разумеется, третий уровень же Венеица. А у Гирокоптера, у того же, пятый. Знаешь, пятый левел, всё у него хорошо. Временем Паша. Паша качается через Икарусы два раза птички. Алоха Дэнс может, опять же, попробовать связать Мага, потому что Маг это тот самый парень, который в теории может прерывать его связку. Ну, он этим занимался, когда был ФБ, только слишком долго он это делал. Так, и Ноуфир у нас выходит в центр, пока Резолюшн забирает тех крипов, которых ему как раз-таки Ноуфир настакал. Отличное решение от команды Эмпайр, поставить саппорта на мид, в то время, когда мидер забирает там Лиса. Так обычно все делают сегодня. Опять-таки, можно стакнуть Эншентов, ноуфир как раз-таки отправляется у нас на нейтралов. И, может быть, сейчас вард откнёт, да, действительно, втыкает вард, сейчас даст тычку и пойдёт на топ. Или на бот-руну, или, в смысле, вообще не на руну, но он мог, теоретически, выйти на топ-руну и ещё её забрать. Это было бы вообще мега круто. Побоялся, что Тодак просто может выйти и спалить все те самые стаки, которые там находятся, разумеется, да. Да, даже не столько спалить, сколько убить. Поэтому он решил не рисковать здесь. На боте у нас очередная драка разворачивается, подходит Соло, Хвост на спринте старается отступить. И Карус дайв, Хвост может погибнуть здесь, поваршот мимо. Хвост хороший стрейф продемонстрировал, но против четверых ему здесь выжить не удастся. Слишком нагло Сома заслэйр на топе фармит, может, удастся как-то его забрать. Шакля, неплохая по Алохи Дэнс, далее проблема у него уже самого Грейф, он получает себе. Будет жить, поживать пока что. Но если только Паша не задайвит, а Паша задайвить не может, к сожалению. Ай, поваршотик опасно, но Алохи Дэнс застрейфился, там спрятался в лес. Не получилось. Тем временем, Мастеф набирает жир, причем весьма серьезный. Да, 48 крипов парень уже имеет, и ПТ-шка у него в кармане уже. Уже смотрим на item recap такой, и глядим на то, что, например, у Веги есть 1000 золота в преимуществе, но и у имперцева 250 опыта. Разумеется, это преимущество абсолютно ничего не значит на данной стадии игры, да и вообще ничего не значит. Ибо любая драка может его повернуть в любую сторону. Интересно, Вега Сквадрон вообще представляет, что там на Эншентах у Эмпайр происходит? Потому что если бы они представляли, они бы могли туда выйти и часть этих Эншентов реально забрать. Там накоцанные крипы, через флэг Кэннон, левела там 3-4, можно было бы попытаться отжать этих Эншентов. Тем более, что в ближайшее время команда Эмпайр не сможет нормально траться с Вегой из-за комбинации Феникс плюс Винтер Виверна. Да, потому что Винтер Виверна у нас была, а, ну надо только 4-го левела Соло и 4-го левела Паша. То есть им надо как минимум еще 2-3 минуты, чтобы это все делали. Даже больше. А слушай, а Солыч-то Варт воткнул, воткнул, они уже понимают, что творится там на этих самых Эншетах. То есть все нормально. Вега в курсе. Вега в курсе. Более того, здесь есть Сема. Он будет встречать кого? Ноуфира. Здравствуйте, Ноуфир. Не желаете ли, сэр, в таверну? Ну, по-быстренькому за баш, за время баши, парня забрали. Ну, и вот как раз-таки находят сейчас стаки. Игроки команды Вега-Сквадрон. Так они дают, вы видели, то есть как бы он уже вардецкий стоит, там такой. Тем временем внизу хвост пытается играть в Пашу. У Паши есть и карус дайв, если что. Он хвосту подрезал, соответственно, атаку и просто откидывает с него птичками. Ох, бестмастера убили повершотом сейчас. Дал Вижен соло вместе с магом на фанника. Ну, и у нас, похоже, борьба сейчас очень серьезная за эти стаки развернется. Резолюшн главный герой, на самом деле, сейчас в пике Эмпайр, потому что он имеет больше всего. Его кайлы наносят огромное количество урона. Есть и реквимов соус, дивардят имперцы. Очень важный момент, потому что, когда Вега-Сквадрон видит, что происходит на хайграунде в Эмпайр, они тут могут принимать различного рода решения, там, наступать или отступать. А здесь будет план гора, разумеется, да, к классическому-то его пониманию. Но у Веги есть, соответственно, что? Смоки. Они сейчас смоки нажимают. И поехали. Баратрум разберет на Алоха Дэнс. Хекс. Бо время, но кулдаун неплохой от Сёмы. До свидания, Алоха Дэнс. О, неплохой от паника Фриски Праймал розотел. И у Сёмы большие проблемы с здоровьем начинается. Рокет Беррэдж бы нажать, развернуться, немножко пострелять. Но всё. Макс ловил крэш в лицо. И опять же отправляться в таверну. У Соло также было проблем с здоровьем. И никакой колон. Сюда подходит Резолюшн, даёт парочку Хайлов, и Соло умирает. Теперь нужно приняться за стаки. Вот жадно очень сыграли Вега с Квадрон. Хотели они, опять-таки, выбить имперцев со своей позиции, со своих линий. И как-то постараться стаки зафармить. Но у них ничего не вышло. Они сейчас только напидели. Да, именно так. И если бы на самом деле немножко по грамм эти ребят сработали, через МакА нормально собрались. И толпой бы зашли, допустим, с двух сторон так же, как они собирались. То есть они бы пошли вот так вот, грубо говоря. Как-то вот так вот. Если бы они пошли, соответственно, какой-нибудь там план бутерброд делать. Возможно, всё обернулось бы совсем иначе. Но 3-4, 10 минут прошло матча. Я открываю графики и показываю абсолютно нулевое преимущество. Потому что по опыту 1000, опять же, это ничего. А по деньгам там буквально 500-очка. Ещё один кулдаун от Сёмы, но в крипов, да, я понял. Потому что я уж был, подумал, там какая-то драка. Нет, пока что в крипах. Всё дело. 81 крип, тем временем, кстати, у Резолюшна, если мы будем говорить о крипах. И скоро очень будет Мека, потому что 294 золота на руках. Соответственно, только лишь остался рецепт для этого дела. Паша. Паша с Солнышком. У него есть Солнышко, у него есть, соответственно, Перчатка. Может сделать себе Мидасик. Виверна. Виверна пятого уровня. Сейчас будет Солычу получить шестой и пойти уже как бы реализовать ту самую комбинацию, которую мы давно ждём. Но для этого, опять же, надо смыть имперцев в одну кучку. Для этого есть всё необходимое, но с другой стороны, имперцы же сами понимают, на что их пытаются развести. И мне кажется, не так уж и просто ребятам из Вегис Квадрон будет реализовать это всё дело. Самое интересное начнётся тогда, когда реально шестые левела у нас появятся у саппортов. Пока что Шэдоу Шаман... А, вот Шэдоу Шаман уже шестой получил. Тут уже можно что-то придумать. Стаки пытаются фармить Бистмастер. Тянут время импайров. Никуда не выходят. Лейт у них действительно очень сильный, но про Вегу тоже можно сказать аналогично. Лейт у них действительно самый опасный в этой игре. Намного опаснее, мне кажется, всё это, чем у Эмпайр. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация в мидгейме. Может быть, Эмпайр захватит преимущество и там до Лейта даже не дотянут. Ну, или дотянут, но с меньшими артефактами, чем у Эмпайр. А может, Вега сейчас как даст комбинацию просто в лицо? Ну, им надо уже на самом деле юзать смоук. У Соло смоук имеется, поэтому нужно куда-то передислоцироваться, влезть в свой импайр. У Соло, кстати, есть шестой уровень. Тоже нельзя забывать это. Он на Хвоста пытается сейчас агрессировать как-то. Хвост краждал по крипам, видимо, просто, чтобы далось хитить. Взял себе блинг. Кстати, у Хвостевича на 13-й минуте уже появляется блинг. Очень достойный результат, потому что линия у него была непростая. Но он нафармил свой блинг. Ну, Александр Юрьевич, да. После стадии лейнинга очень тяжело выпармить брейндаггер на Слардаре, но Хвост прекрасно осознавал, что куда-то ломиться сейчас бессмысленно. Так, смоук. Пауза. И пауза. Это смоук в Вега-Сквадрон не видели. Видимо, Макс сейчас зайдет за спины игроков команды Эмпайр, посмотрит, что они поражали смоук, сядет и игра начнется. Не, он вряд ли бы успел. Да, он... Если только он не флэш. Не важно. Но он... Будет первым, кому будут... Смоки и Перцы идут, но тут сзади Феникс. По-моему, Вега все знают. Прошел Рор. Хорошо. Нона убили. Здесь Солнце. Борды покрусят Солнце, но они его не могут просто-напросто продамажить. Хвост ворвался отлично, но очень много урона от Гирокоптера. Вот она связка. Да. Винтер-Виверна плюс Феникс. И то, Винтер-Виверна даже не ультанула. Резолюшн дал сейчас Реквием оф Солс. Много урона нанес, но добить никого он тут не сможет. И Семка начинает погрызать еще эти самые вардешки. Вот оно. Вот оно то самое... В драке очень долго варды покутили Солнце. Не совсем понятно зачем. Ну, там вряд ли что-то бы изменилось, конечно, от этого. Да. Файд-рекап вашему вниманию. Семка, давай. Как говорится. Крибочков дофармливает Алоха Дэнс в Миде. И сейчас, кстати, надо будет посмотреть на графики и понять, что происходит после этого. Вега получает преимущество, ну, разумеется, там в полторы тысячи. Ну, там несерьезно. Ну, конечно, несерьезно, конечно, получилось перехватить инициативу. Вышку в Миде не спушили, ничего не спушили. Резолюшн не убили. Хотя у Резолюшна топовый Нетворс на карте. Да, семь тысяч и два ноль-ноль счет. Как бы сейчас ему еще один другой фраг подарить и поиграть потом в этот, как это называется, в пожинание, в жатву, в жатву стриков. В пожинании нет такого. Опять же, в смоках имперцы направляются прямо к Рошпиту. Найдут они здесь, скорее всего, кого в первую очередь? Ну, мага вряд ли. Они, кстати, могут прочекать сейчас эншентов. Там вот летит Хавк в смоке. Его тролль-стакльщик не видит, поэтому становится понятно, что происходит на эншентах. Но забирать Рошана очень опасно. Да, тем более, что No One здесь. Ревелится смок. Развернулись, увидели пока что только резолюшн. А что творят-то? Что творят? Эмпайр, они нападают на Пашу. У Паши есть и Карлс Дайфу. Солнце прямо сейчас появится. Но Рор от Паника до Соло дает отличный. Винтерскерс Паша ставит ультимейт. И Эмпайр, по-моему, здесь ничего не смогут сделать. Правда, Резолюшн разбивает солнце. Шеклэшот связывает Фаника и Резолюшн. А Павершот попадает просто на 5 баллов. Хост также получает чардж. Пендаль от мага. Дает краш сам. Не успевает убить мага. А там всё модерн. С Рокет Берджем, который закончил его. 6-12 в пользу команды Тим Эмпайр. Минус 4 просто... Просто вот с этой комбинацией. Тем временем в миде Алоха Дэнс пытается добрать вышку. Вот он фокусит её сейчас вардами. Будет ли, ну, динаить. И динает. Да. Преимущество продолжает расти. Команда Вега Сквадрон. 16-й минуты на матч. Открываем айтем бриф. Среди ему резолюшн на появившуюся Меку. Ещё перед прошлым замесом про хвостецкий даггер мы уже поговорили. Оружие Y, соответственно, у нас с Арканами. И Фаник готовит некрачей. У Веги есть Сёма, у которого, соответственно, есть и Яшка, и Фазики, и Аквила, и Доминатор. Довольно-таки неплохо для 16-й минуты матча. Соло пытается всё себе сделать что-нибудь... Я так понимаю. А, нет, он пятая позиция. Паша. Паша с Медасиком. Паша с Медасиком. Паша будет делать там всякие шивы, радики и всякое прочее. Ну, Радик, конечно, было бы интересно посмотреть, но шивы он точно будет покупать. И, возможно, даже первым артефактом, если не захочет купить Элибарду, потому что Элибарда здесь на самом-то деле была бы не так уж и плоха, когда ты кастуешь Элибарду и юзаешь Солнце, просто лишаешь возможности одного из персонажей... Например, Резолюшена, да. Например, Резолюшена, да. Ну, и отмечу появление Мейлстрома. Ну, и Рейнджер. Тоже как такую обновочку. Но, опять-таки, драка в миде, точнее, драка на боте не закончилась ничем, кроме как динаем вышки в миде от самого же Ноуана. Он просто не позволил Алоха Дэн забрать вышку. То есть, вроде бы, делают фраг, но, вернее, делают даже минус 4, там, минус 5. Ну, смотри, вот на топе вышка упала на пятой минуте. В центре целая, на боте, ну, практически, там, ну, на половине хит-поинтов, да, действительно, накоцанная. 70% уже было снесено, там, процентов 30. А Фаник тут нагло, кстати, топорами-то показывает, что, ребята, я знаю, где вы, я знаю, что вы тут стаки знаете или подгрызаете. Соло себя закрывает в колдем рейс пока что. Главное, чтобы это не стало ошибкой. Фаник-то все видит, у Фаника есть птичка. Он идет давать еще одни топорики. И, по-моему, не стелит ни одного крипа. Не стелит, не получается. В этот раз как-то не удалось. Ну, экспу там подчалил. Получил. Ну, да. Опыты немножко. Ну, все, мы, все, мы скоро будет доступ к Санч Яши. Как скоро будет? Ну, уже почти можно закупить. Надо очень много фармить, Эмпайр. Надо очень много фармить. Вот мы видим первые БКБшки, когда появятся на резолюшне и Слардаре, уже можно будет что-то соображать. Потому что основной дэмэдж сейчас наносит исключительно герокоптер. Приходится фокусить солнце, потому что, если оно взорвется, то шансов пережить все это дело никаких нету. Слушай, насколько же круто заходит Феникс против Дазла. Я вот так посмотрел и понял, что на самом-то деле Дазл ничего Фениксу не делает. Вивом его не удивишь. Да. Взероевом тоже не удивишь. Разбить его не получится. Дизейблов никаких нету на Феникса. Реально отличный герой против Дазла. Вот, слушай, смотри. А Сёма, кстати, решил не брать Сенчиньяшу прямо сейчас. Да, просто я смотрю, у него есть Яшка, и он берет себе Огрклаб. Думаю, вот, сейчас денег хватает на Сенчиньяшу. Этот парень берет себе намек на БКБ и правильно делает. С одной стороны. Да, то есть ему надо будет драться. Сейчас все должны быть боевыми. Разбег берет Маг, бежит прямо на Лоху, получает в лицо себе курицу Блинк Аут. Надо добить топ сейчас имперцам. Ни в коем случае нельзя принимать бой на боте. Он будет заведомо проигран. Надо стараться забрать топ. А вот у команды Вега Сквадрон есть телепорт на Фениксе, телепорт на Спирит Брейкере. Сёма за Слэйр без телепорта, но он с телепортом. Первая пачка Некров доезжает без мастеру. Он сразу же их юзает и с первой ауры вместе со своими тиммейтами пытается разменяться вышками. Максимально грамотное решение принимают импери. Они, кстати говоря, могут и на Т2 пойти. И они реально быстрее поломают, потому что есть ворды у Алоха Дэнс. И более того, через 30 секунд только будет телепорт у Сёмы. У Геррокоптера, соответственно, да? То есть он просто так сразу же не сможет подойти. Поэтому пешком Вега... А, Вега идет на Рошана. То есть им нафиг там все это дело. Они через фокус файл, соответственно, пытаются этого Рошана забирать. Что ж, тоже хорошая идея. То есть Т1 и Рошана на Т2 и Т1. Не знаю, насколько это будет прямо... Насколько это оправдает себя. Господи, я уже даже заговариваю, начинаю под конец вечера. Ладно. Только что забрали Рошана в Вега-Сквадрон. Нужно Импайр заметить как-то этот момент. То есть поставить маркер и пока что не драться. Да и, в общем-то, и без этого Аегиса как-то... А Вега должна... Не так уж удобно было сражаться с командой Вега-Сквадрона. Теперь так вдвойне. А Вега должна навязывать свою игру. Она должна навязывать драки. Если они сейчас не будут навязывать драки, соответственно, не заставлять Империю драться, то есть большая вероятность того, что через энное время, допустим, ну через 10, их комбинашки будут неактуальными. Фаник получает лицо Винтерскерс. Маг его еще и ультует. И получает эти киллинг спри. Дальше Хвостецкого. Он пытается пробашить. Пробашить не получится. Не прокает. Ну вот, кстати, грамотный момент. Ребята понимают, что с ними в миде драться никто не собирается, а задача команды Эмпайр сплитпушить. И вот они искали мага... Ой, прошу прощения. Искали Фанника в лесах своих собственных, нашли и убили. Потратили Винтерскерс, правда, но оно того стоило. Да, тут же внизу. Ох, шакл-шот от Нуна. Не связывает. А Лоха Дэнс получает чардж, делает тп-аут. Не успеешь его взять, да? Не-не-не, все в порядке. Чардж не успел попасть. Правда, Сёма за Слайер бежит, за ноуфиру, ноуфиру. Грейф топ-аут. Нет, пешком? Я, по-моему, просто пешком решил идти. Он понимает, что будет отпускать, а вот резолюшно можно не отпускать на самом деле. Но резолюшно сейчас не видит прямо, прямо вот сейчас его не видно. Летит Солринг, вард и телепорт для Соло. Соло скоро получит 11 уровень. У него артефактов пока что очень-очень мало. Он здесь саппорт пятой позиции. Маг имеет, между прочим, уже лотар. Это является большой проблемой для Империи, поскольку вот не будет читаться чардж какой-то там, который будет юзаться на Алоху или, может быть, даже на Бистмастера. Бегут по топу Импайр, будут заставлять соперника делать телепорт. Но в планах Веги, понятное дело, сейчас поломать бот, забрать Т2-вышку и отдефить топ. То есть они часть хитпоинтов потеряют у вышки на Т3. А может быть, даже мы увидим телепорт какой-то... Ну, пора партийца, Вега. Уже надо-надо сюда заходить, потому что вот они, пошли варды. Пошли Некраа. И мы видим телепорт от Винтер Виверну, который Винтер Скёрт еще 5 секунд в кулдауне. Куда бежит Алохо Дэнс? Он просто хексит Ноуана. Здесь разворачивается очень серьезная драка. Алохо Дэнс сцепился с Ноуаном. Он просто создал столько пространства сейчас. И именно благодаря вот этому своему куражу позволил ребятам доломать вышку. Вардами и... И Некрономиконами. Да. БКБшка у Резоли имеется. Он начинает покупать мот, влёгся. Если ничего не вижу. Да. Я вот смотрю на то, что делает Алохо Дэнс, и я не устаю как бы удивляться. То есть, с одной стороны, ну, знал я, что есть Алохо Дэнс, да? Что он такой вот прям, ну, саппорт и саппорт и... Ну, давайте будем честными. Полгода назад он особо таким прям супер-мобиниками не удивлял, да? То есть он был саппортом, который неплохо играл, который делал своё дело. Знал своё дело, делал его хорошо. Но то, что делает он сейчас, это же просто... Ну, ты немного ошибся своими рамками. Полгода назад команда Empire имела все шансы стать топ-1 командой СНГ на Интернешнл. То есть, может, не взять первое место, но, по крайней мере, стать топ-1 командой СНГ, это точно. Потому что имперцы вот перед пятым Интернешнл выигрывали абсолютно всё, если ты вспомнишь. Но на самом Инте чуть-чуть не пошло, и там Virtus.pro вырвались вперёд. Ладно, ладно. Но вот года где-то полтора назад, или год назад, да, о All of the Dance мало кто слышал. Сейчас же этот парень вырос невероятно. Я, да. Для меня время летит как-то уже в последнее время настолько незаметно, что... Кстати, у Мага проблема... А он в курице. И его хвостецкий сейчас через две тычки добьёт, да? За него дают... Неплохо, неплохо. Максимум сплитпуша, Фанник получает Винтерскёрс. Не знаю, зачем Резолюшн здесь дерётся, хотя погодите-ка. Ну, он в итоге получил Amplify Damage, Резолюшн, БКБ, Requiem of Souls. Пошёл, Пашу пытается забрать. У Паши было солнце, но не стал его юзать, хотя теоретически мог бы. Размен 2 в 1 пока что. Резолюшн старается уходить. Пошёл кулдаун, а Лохо Дэнс читает. Это хвост рядом. Хвост блиндаггером... Ну, подставился под кул... Блин, слушай, если бы сейчас ещё и хвост ворвался на Сёму... А, ну там Аегис есть, поэтому, да, лучше не нападать было на Сёму Зе Слэйр. Кстати говоря, мы с тобой думали по поводу Сенчин Дьяши Сёма Зе Слэйр. Ты там говорил, что вот у него Яша, Огр Клаб, он здесь будет манту покупать. Да, да, то есть я сказал о том, что там будет Сенч Яшка, потом я видел намёк на БКБ, потом я видел БКБшки, и вот манта прилетает. Да, манта ему здесь нужна, потому что он играет против Слардара. Смотрим, как на Алохо Дэнс едет, едет маг. Меня это, разумеется, разглядит, потому что не успеет уже добежать. Хвостецкий, смотри, как он хитро засел. Ну вот это может быть сейчас ошибкой для Эмпайр, потому что... Хотя Соло выходит слишком далеко, краш мимо от Хвоста, отличный шеклшот от Нуна. Вива нет, Хвоста засейвили Граевом, но вряд ли он уйдёт далеко. Здесь нужно спасаться остальным игрокам. Хвост понял, что он умирает, зафорсил резолюшно. Вот я об этом говорил, зачем имперцы провоцируют эту драку, это совершенно не нужно было. Да. Семнадцать на восемь, двадцать четыре минуты матча прошло, и я предлагаю взглянуть сейчас на графики в первую очередь и увидеть следующую информацию. Пять тысяч по голде. Пять тысяч по опыту, Вегас Квадроф. Понимает ли Фанник, что его сейчас будут убивать? Вызывает некров, но эти некра не дают вижен на... А вот сам по себе... Ах, как же ему повезло-то! Да, да, да. Реально повезло, он просто мог сейчас погибнуть. Но он, кстати говоря, разворачивается, и это опять-таки может стать небольшой ошибкой для команды Эмпайр. Старается создать пространство Фанник. Здесь детекшена нету совершенно. Он просто уводит крипов. Отдает одного некра спирит брейкера, но ничего страшного. Главное, что он увел крипов сейчас. Ну, блин, не вернул их обратно, к сожалению. Для Фанника, потому что надо стараться сделать как-то так, чтобы Вега и Сквадрон не дошли до Т2 по центру. Ну, Вега придется дефит топ сейчас, потому что Алоха Дэнс уже рядом, и у него вторые варды. В рейнджовый барак, если он их поставит, то будут проблемки. Тут у нас очень грамотно провардили Вега. Ну, конкретно вот этот вот вард. Вот этот давно стоит. А вот этот вот новенький, свеженький. Покупается гем в интервиверно для того, чтобы раздевардить вот такие вот вещи, которые позволяют Эмпайр получать информацию и понимать, когда им стоит сплитпушить, где им лучше отойти, где им лучше нападать. Потому что грамотный сплитпуш – это баланс между агрессией и спокойствием. То есть в те моменты, когда ты можешь атаковать, ты обязательно должен атаковать. Ты не имеешь права не атаковать, иначе сплитпуш не удастся. А в тех ситуациях, когда тебе нельзя атаковать, ты должен остаться в живых и пушить другую линию или, по крайней мере, где-то фармить. Только тогда эта стратегия работает. В противных случаях ты окажешься у разбитого корыта. Все верно. Ну что ж, сейчас будем ожидать очередного врыва от команды Вега с Кватерман, потому что они обязаны просто заниматься этим самым делом. То есть навязывать собственную игру. Иначе никак. Нужен Смоук. Смоук, соответственно, покупается, между прочим, Даззлом, Табиш, Ноуфиром, в данном случае, игроком команды. Обратим внимание, что даже в этой игре у Ноуфира два брейсера, черт побери. 26 минут, и у него реально хоть какой-то фарм есть. А в той игре, когда Эмпайр играли... С этим самым Некротиксом. Четыре сел, да, в финале лузеров на Дримлиге у Ноуфира, в ситуации, когда у его команды было все в разы лучше, не было вообще ничего. Даже брейсера какого-то пресловутого. Ну что, что у Веги со смоками? Где у них смоки? Мне кажется, ребята ждут Рошана. Мне кажется, тоже, да. Но я не вижу смоков у Веги. Пока что просто Сёма забирает себе крипов наверху. И имперцы, имперцы, кстати, тут без шрёта. А вот имперцы реально ждут Рошана. Они Рошана убьют намного быстрее, чем Вега Сквадрон. Но если они туда зайдут первыми и Вега поймут, что пытаются, чего пытаются добиться. Да, разумеется. Имперцы, имперцы проиграет. Просто похоронят все сразу. Именно так. Всех сразу похоронят. Так точно. Ну что, Resolution первый, что ли, пойдёт? Пойдёт чекать, что называется. Кто пойдёт байтить? Да никто не пойдёт чекать. Ну а всего просто ждут. Ребята... Проверили. У моря погоды, да. Видят то, что Рошан заспавнился. И вот Вега нужно сейчас навязать драку. Желательно. Убивают, кстати, между прочим, птицу. В инвизи маг. Он даёт вижен на хвоста. И хвост... Нет, хвост. Видел. Пал к Рошам. Поражали детекшен. Увидели всё-таки, где находится наш товарищ. Ну... Далее вопрос анициации. Что у нас с байбэками? Есть байбэк у Shadow of Finda и у Beastmaster. Так, в миде. Те, что у нас очень опасно играют. Empire дали свои скиллы. Но тут мог последовать какой-нибудь Forstuff Winter's Curse от Solo. И драка уже была бы синициирована. Именно так. Но Solo на самом деле... Ага, у него ещё и гем имеется, если что. Хорошо. Если сейчас Вега будет просто заходить и пытаться бить Рошана... Я бы на месте Нуна не тратил здесь фокус файер, на самом деле. Но Уану нужно это дело расставить. Просто пытаться бить Рошана. Хотя, с другой стороны, не тратить фокус файер на Рошана означает просто забирать его гораздо дольше, чем могли бы. Поехали. Поехали на имперцев или не поехали. Отменяется разгон магам пока что. Совершенно половина здоровья. Империя очень близко. Внимание. Сейчас будет что-то очень и очень эпичное. Влетает хвост, даёт краш. Далее Сёма. Отличный кулдаун сразу по очень большому количеству людей дальше без алюшен. Вроде как в боковышечке, всё хорошо. Мага сейчас просто убьёт. Алоха Дэнс просто потому, что он дропнул ларды и связал куда надо. А где солнце? Паша! Паша! Временем дальше продолжается у нас драка. Сёма Зе Слэйр получает амплифай. У него нету возможности дать манту, чтобы спастись как-то от этого деможа. Ноуан получает рор от фанника. Но ребята полностью игнорируют сейчас Ноуана. Пытаются забрать гирокоптера. Удаётся убить и того. И резол... О, боже, он промазал повершот! Резолюшн пытается отдаться от Энжетов, но не получается это сделать. Аегис у... Возвращается Паша и начинает трогать Алоха Дэнс. Ультра килл для Ноуана. Ну, вот тут Аегис, конечно, порешал. Я вот сейчас сидел, в тот самый момент, на котором я застворился во время этой драки, да? Я смотрю, думаю, сейчас должен быть сейчас и Винтерскёрс, и должен там и Паша ставить. Всё как надо. А Паша раз и дома. Я такой, Паша? Паша дома? Да, получилось не очень удачно. Паша у нас не скастовал солнце. У него, в общем-то, там и Шива, и солнце. Всё было. В Винтерскёрс в итоге Соло тоже у нас, похоже, не давал в той драке. Вега Сквадрон минимум ресурсов потратили, и при этом убили четверых персонажей команды Эмпайр. Потеряли Аегис, но они также потеряли и Гирокоптеры, ну и там некоторых других персонажей, что плохо. Если бы ресурсы были все потрачены Вега, причём даже, мне кажется, неважно как, просто их как-то скинуть, и мне кажется, Эмпайр бы проиграли бы там драку. Ну ладно, Эмпайр, они потеряли Шадоу Финда и Шадоу Шамана, и вообще и Бестмастера из-за того, что начали дайвать за Гирокоптером. Они могли бы не потерять этих героев, если бы элементарно не пожадничали. Да, но Вега атакует по миду, поражали Смоуки. Все линии отпушены, и Вега действительно может сейчас хорошо подраться, потому что у них всё есть. И Солнце, и ульт Винтер Виверны. И Фаник далеко, и сейчас будет влетать Маг в первую очередь, и Солыч туда же. Раскерс на хвоста, далее Маг туда же ультует, хороший кулдаун, залетает от Сёлы. Сразу же Дазл, влетает Паша, Паша ещё не кастовал Солнце, просто пытается поджигать остальных ребят из Эмпайр, которые здесь остаются. Опять-таки хороший размен для Эмпайр, они потеряли всего лишь одного Дазла, который скоро заспавнится. Фаник тем временем поломал Т2 на боте, а здесь Фортификейшн, и Т2 не падает. Есть ворды у Шэдоу Шамана, его не с Шаклили, но Уанн даёт Форстаф. Ой, Пауэршот, прошу прощения, Форстаф-то, собственно, у Вега Сквадрон есть на Винтер Виверне. Ну что, фанико тормозит, будет кто-нибудь или нет, потому что он здесь ещё Кабанчик одного призовёт, а не Крачей поставить, и будут проблемы, именно... А, Бестмастер у нас линию на боте спушил даже без Некрономикона, похоже, да? Да-да-да. То есть он поломал Т2, не заюзал даже Некров, он может попытаться, может, на Сёла, хотя там БКБ ещё всё-таки... Вряд ли он его убьёт, он показывает, что, мол, ребята, вон, халява, халява, Сёма Заслэйр бежит. Можно его с любым плюсом убить, за Рордик устроить, вполне спокойно. Ой, господи, ты уже больше, смотрите, на этой карте. 11-22 в пользу команды Вега Сквадрон, графики ещё раз вашему вниманию, там уже по 12 тысяч. Очень опасно и фармеру. Резолюшн, очень. У него есть БКБ, отступает Резоль, он мигает на себя, мол, ребята, на меня охота. А тут, кстати, да, здесь был кулдаун на фарника потрачен. Никак не могут маг вместе с Резолюшном найти друг друга здесь. И, кстати, сюда-то бежит у нас уже Алоха Дэнс, у него гем и блинкдайгер, и с агонимом, между прочим, у нас Алоха Дэнс. Хакаге даёт жару. Да. Как у него вообще эти артефакты появляются? Тем временем, но он. У него сколько, а, он только что райт-кликом купил себе что? Купил себе Кристалис, райт-кликом. Ну, то есть у него тоже довольно-таки неплохо. Смотри, Блокдэнс пытается убить мага, он его запер, но не было детекшна, поэтому тот спасся. Варды были проюзаны, но кулдаун... А, стоять секунд, кстати. Вот это сейчас будет выгодно для Веги, если они сейчас прямо пойдут и устроят драку какую-нибудь. Им нужно мид пушить, нисколько даже драку устраивать, им нужно заставлять соперника сражаться с собой, потому что в драке они по-прежнему очень сильны. Особенно тогда, когда нету вардов у Алоха Дэнс. Все-таки варды у него агонимные, они бьют очень больно. Да, вот сейчас прямо их нету, и поэтому можно пытаться что-нибудь устроить. Ну-ка, на ноу-она в лёд, он пока что в киксе. Далее разбег сразу же от мага моментальный, далее кулдаун, просто мне кажется, что имперцы так дико разводят. И на БКБшки, и на скиллы, и на всё что угодно. Грейв повесили на оружие номер Игоряк, убили сразу же троих. Ребят, команда Вега. Даблкир для ноу-она. Смотрим файт рекап, видим, как всё было просто грамотно и чётко сделано. С одной стороны, с другой стороны, в какой-то момент мне реально казалось, что имперцы берут и байтят. То есть разводят, так дайте нам типа кулдаун сюда, сейчас ещё нам может солнышко провести и так далее, и так далее. Но по факту, кстати, у мага, у мага проблема с здоровьем. Он сначала провязал стики, потом лотар, но в любом случае там же есть и некрачи, они испалят и так далее, и так далее. Поэтому за это его как-то вайнить, но нельзя. Продолжаем разговор. Что делает Паша в одиночку рядом с Ритталюшином? Вот это и такой вопрос, который меня волнует в данный момент. 15 тысяч, 15 тысяч, видим прекрасное преимущество команды Вега-Сквадрон. И видим ту самую шаклю, которая не долетела. Гирокоптер тем временем берёт и покупает себе что? Буптерплей. Вот она, шакля, которая сейчас могла бы связать Фанника, если бы он, блин, не поражал. Что самое смешное, вот здесь вот с лесом. Да. Она летела через всю карту. Конечно. Так. 11, 25, 36 минута матча. Интрига. Интрига, интрига. Первые две строчки на Творца. Сема-де-слейер и... На третьей строчке ютится резолюшн, кстати, а не в смоках. Кстати, они нашли Соло, но Соло гениальнейший. И просто сделал форстаф аут. Тут же хвост получает на лицо. Очень много дэмажа. Тулдаун. Далее Сема. Семе сейчас будет очень-очень пульно, потому что там агонимные варды. И резолюшн кастует. Ну хотя бы Сема должен забрать Фанник. Хотя его выхиливает сейчас лучом Паша. Сема еле-еле живой. Но тем не менее он... Выжил. Выжил, да. Он выжил. 25 лишних процентов уклонения. Решили 35. Сорян. Решили исход этой драки. В одну Виверну за одного Солоча минус 5 имперцев. Он, кстати, говоря, даже Винтерс Кёрс не дал. Опять Солнце не было поставлено. Да, да, да. Сейчас, похоже, команда Эмпайр просто-напросто потеряет первую линию. Возможно, даже две. Байбэков нету у Эмпайр. Но есть только на Фаннике и на Хвосте. Но вдвоем они не отдефают эту линию. Калининг. Лотусор появляется у мага. Диджи! Артефакт, да, как пишут Эмпайр. Действительно, вот пара ошибок привела к тому, что Эмпайр все-таки не смогли до сплит пушить. Свап ролями сработал. Вот он Феникс. Вот он Сема на герокоптере. Вот так вот иногда происходит. Фавориты сегодняшнего игрового дня проигрывают, ну, нельзя сказать, что... Хотя, наверное, даже аутсайдерам, как Ливера, сыграли одну в дуле, одну выиграли 2-0, да? Но Лоджик Гейминг одну в дуле, одну в ничью. И получается Вега Сквадрон также одну в дуле и одну сыграли в ничью. И сейчас они уже как минимум одну карту выиграли у Эмпайр. Если выиграют и второй, это будет реально, наверное, таким даже маленьким сюрпризом. Да, и у нас вроде как были такие свои фавориты, которые вроде как там, мол, типа Империя развалит, там Вега развалит. Но Лоджик Гейминг были реально как бы такими, скажем так, аутсайдерами, на которых мало кто надеялся. А сейчас у нас получается такая интрига, что почти все команды будут примерно на равном уровне по очкам. Итогом, соответственно, первого игрового дня. Ну, разумеется, все эти итоги будут сравнительно, таблички показаны чуть-чуть попозже. Видимо, как недоволены резолюшн игрой. Да.